Всем привет, друзья, с вами Арм. За столь короткое время после выхода второй части 73 серии, TheFuckBoom успел порадовать нас интересным сливом. Все вы, наверное, уже видели этого лысого туалета с пушками. Однако, это не все новости, ведь по интернету гуляет и такой кадр, в котором Team Man Titan дружит с G-Man. И мы сегодня разберём и этот кадр в том числе, и попытаемся понять, это фейк или реальный слив. Что самое интересное, и с тем сливом с лысым скиплит туалетом тоже не всё так просто, как кажется. Ведь за всю историю сливов, это в первый раз, когда TheFuckBoom показал кадр в Дискорд сериале другого человека, а именно Дом Студио. Причём не в каком-то специальном текстовом канале, а прямо в основной чат. И этот кадр так сильно распространился, что я даже не смог найти его в том самом чате, из-за огромного количества сообщений других людей. Однако, один из моих подписчиков любезно помог мне с этим и показал, что это реальный слив. Ведь, как можно заметить, по этому доказательству, это реальный TheFuckBoom опубликовал, а не фейк аккаунт. Но и это ещё не всё. Я смог найти главный секрет и смысл этого слива. Поэтому обязательно смотрите видео до конца, не перематывая, чтобы не пропустить ничего важного. Ну и напомню, что половина зрителей смотрит мои видео без подписки. Так что подпишись на канал, чтобы не пропустить мои будущие видео, и чтобы исправить эту аналитику, друзья мои. Так что заранее спасибо, что поставили лайк, подписались, а теперь давайте начнём. Давайте начнём с этого слива. Во-первых, пока что непонятно, этот рост слив или реальный кадр. Но это, в принципе, и не столь важно, ведь какой бы формат спойлера не был, в любом случае доля правды в нём будет. Поэтому, чтобы плавно перейти к моей сегодняшней теории, давайте поймём, где находится этот скибиди туалет. Изначально у меня не было никаких вариантов на этот счёт, но когда я пересмотрел первую часть 73 серии, я понял, где это может находиться. Дело в том, что Камера Вумен, да и другие агенты рядом с ней, двигались в направлении неких ворот. Это хорошо видно в этом моменте, до того, как скибиди мутант огородил дорогу. Заметно, что они целенаправленно идут к этому зданию. И с учётом этого, исходя из того, что мы будем в той же локации, и будет продолжаться та же сцена, то это означает, что слив этот относится к полной версии 73 серии, а не к 74 серии. Ведь Дефугбум уже говорил, что будут дополнительные сцены, а так как этих сцен будет несколько, скорее всего, один из них произойдёт с помощью перехода в планшет или телевизор, как это мы часто видели и до этого. А вторая сцена, по мою мнению, будет прямым продолжением второй части 73 серии. Но это уже просто моя интуиция подсказывает, так как, думаю, Дефугбуму нужно показать всё-таки нам, что в итоге случилось с Камерменом и с Пикерменом Титанами, и в каком они именно состоянии. А что касается самого Лысого Скебеди Туалета, то мне про него нечего сказать, кроме того, что он недоделанный. По самому кадру сразу можно заметить, что анимация находится в самой ранней стадии, так что в итоговой версии он может сильно отличаться. Кроме этого слива, сегодня есть ещё одна крутая новость. Дело в том, что ровно в год назад, 6 мая, вышла серия с самым милым персонажем, а именно со Скебеди Котиком. И в честь этого события, вот вам пару интересных фактов про этого котика. Сам этот персонаж, скорее всего, был воодушевлен настоящим котом Дефугбума. И вот, кстати, как он выглядит в реальной жизни, кому интересно. А также, этот персонаж имеет собственную наклейку в магазине Дефугбум. Согласитесь, выглядит очень мило. Ну и также стоит упомянуть и про другой факт, из-за которого про него частенько в последнее время вспоминают. И речь, конечно, идёт про Астра Джиггернаута, у которого возле шлема есть форма лапки кота. В общем, поздравляем Скебеди Котика с первым днём рождения. И надеемся, что он снова вернётся в сериал. Ну, появится в сериал когда-нибудь. А по крайней мере, на это есть намёки, так что ждём. Кстати, давайте чуть расскажу своё мнение, что можно ожидать в следующих сериях. Как мне кажется, раз пошли намёки на то, что агенты снова зайдут в лабораторию, то стоит ожидать красного Камармена. Ведь в последний раз мы его увидели в дополнительных сценах, где его оживил секретный агент. И после этого он нигде не появлялся. Думаю, самое время про него вспомнить, так как этот персонаж один из тех персонажей, которые продвигают сюжет вперёд. Так что было бы интересно снова его увидеть. Ну а теперь, давайте перенесёмся к ещё одной крутой новости. Все вы, наверное, помните такую игру, как Туалет Файл. Так вот, многие задаются вопросом, а почему там так давно нет никаких обнов? И оказывается, это всё потому, что всё это время разрабатывалась новая игра под названием Туалет Компани от самого Магадана. В этой игре ты можешь побеждать разных скибедистов и главных боссов. А через каждые пять уровней там появляются новые враги. Хоть игра только вышла, но там уже имеется разнообразное количество агентов на любой вкус. И самое главное, в этой игре нет доната. А кроме этого, обновы будут выходить каждые две недели, что означает, что вы точно не заскучаете. А также, в следующем обновлении, в игре появится новый режим, новые промокоды и скибеди пасс. Но если вы наберёте под этим видео много лайков, то Магадан ещё и добавит мой личный промокод ARM. Игра уже доступна в плеймаркете и врустор. Все ссылки в описании и в закреплённом комментарии. Обязательно скачай и попробуй. Ну а мы продолжаем. Кстати, я заметил одну интересную деталь и тенденцию в последних сливах. Заметили ли вы, что как и в сливе перед выходом первой части 73 серии, так и в сливах перед выходом второй части была надпись. Да, соглашусь с вашими мыслями, надписи раньше иногда встречались в сливах. Но обратите внимание, что обе последние надписи, это практически прямая цитата слов Джимена в самой серии. Но если в первом случае он просто добавил слово FOOLS, то во втором случае просто убрал вопросительный знак и сказал I will survive, вместо will I survive, типа выживу ли я. И с учётом того, что в этом сливе новом нет никаких надписей, это означает, что или Джимена не будет в дополнительных сценах, а что очень вероятно, или же, что эти надписи дофукбум добавит в следующем спойлере. Однако я думаю, что в этот раз сливы будут без всякого текста, по той причине, что изначально дофукбум планировал 2 части 73 серии, без дополнительных сцен. Но из-за того, что не успевал, решил заранее показать. Но в любом случае, мне очень нравится, что надписи получают больший смысл. И таким образом даже ломается четвёртая стена. Как будто Джимен знает, что находится в сериале, и прямо нам в лицо говорит те же фразы, которые мы читаем в сливах ещё перед выходом серии. Но это мы уже совсем в другую сторону повернули, давайте вернёмся к сливам. Раз мы обсудили полностью первый сегодняшний слив, давайте теперь перейдём к вот этому крутому сливу, Стиви Мэном Титаном, который мило обнимает Джимена. Конечно, концепт и идея выглядят интересным, но при долгом рассмотрении сразу можно заметить, что это, к сожалению, фейк. Однако, это не отменяет того факта, что создатель этого творения гений, ведь он подошёл к этому с необычной стороны. Хоть это выглядит безумно, но думаю, что-то такое в потенциале мы, в принципе, можем реально увидеть в самом сериале. Да, конечно, на данный момент я не знаю, при каком, блин, условии вообще Тиви Мэн Титан может дружить с Джименом, даже если временно. Однако, с учётом всё больших на то причин, нельзя отрицать, что такое возможно. Если до 73 серии, я ещё думал, что Альянс сам может всё разрулить, и, в принципе, они могут разнести и астр туалетов, и отряд Джимена, если хорошо постараются. Но после такого позора, где они не могли, блин, нормально драться втроём против одного Джимена, становится ясно, что Джимен был прав, он реально нужен им, чтобы хотя бы сравнять силы с силами астротуалетов. Особенно в этой ситуации, когда двое из трёх Титанов находятся почти в полумёртвом состоянии. Кстати, единственный, кто хорошо дрался в бою, по моему мнению, это Камармен Титан. Мне лично очень запомнился момент, когда он говорит «You're mine, ты мой». Это было очень эпично. Если бы не скибить шахтёр с бомбами, он бы даже смог его убить. И напоследок хотел бы напомнить, что следующая 74 серия будет последней серией 24 сезона. А это означает, что эта серия завершит начатую в 71 серии сюжетную арку. Кто не знает, каждый сезон имеет какую-то цель, которая в конце приходит к некому финалу. В случае 24 сезона, это кроме того, что является сезоном Джимена и постоянными намёками о том, что умрёт ли он или выживет, также является и сезоном про астротуалетов. Ведь я напомню, что на сливе с астротуалетом было число 74, что скорее всего означает реванш боя между Джименом и Ним. Но так как он сильно пострадал, думаю, вместо него будет Астра Джиггернаут. И в эту историю до Фугума придётся ещё и добавить Тивмена Титана. Согласитесь, уже как-то много персонажей для одной серии. Особенно, когда речь идёт про огромных персонажей. Я думаю, из-за этого в том числе он специально и сделал так, чтобы Камармен и Спикермен пострадали. А то я даже не представляю, как бы он анимировал бой между несколькими астротуалетами, с тремя Титанами, да ещё и с Джименом. Сейчас получается так, что ослаблены обе расы и на их фоне самыми сильными выглядят астротуалеты. Так что Альянсу становится всё сложнее и сложнее конкурировать в этой войне. Обязательно поставь лайк этому видео, если понравилось, и смотри мои другие видео. Пока-пока, друзья. И да, не забывайте про игру Магадана, ребят. Скачайте, ссылочка в описании и вам точно понравится.